Доброе время суток, дорогие наши друзья, подписчики и те, кто сегодня к нам только присоединился. Мы очень рады снова с вами встретиться. Знаете, многие наши подписчики жалуются на то, что уведомления о новых программах наших к ним не доходят. Поэтому, дорогие друзья, не забывайте нажимать на колокольчик, и тогда мы будем трезвонить к вам каждый день. Когда я был маленьким, ну, отрочество, лет 15 мне было, мне цыганка нагадала, что я много денег буду тратить на женщин. Сразу возомнил себя. Сегодня мне 50, у меня жена, 3 дочки, 10 внучек, и все мои деньги на женщин. Че за фигня? Коля, че такой расстроенный? Так, блин, посоветовали купить смарт-телевизор. Это как? Ну, который там на голос реагирует, на команды голосовые. Ну, и шо? Шо, шо, блин? Включил футбол посмотреть, так он за один матч, сука, 5 раз переключался на канал с жестким порно. Это друзья одесситы подарили. Одесса, привоз, по привозу ходит один мужчина, подходит к одной барышне, стоит долго, смотрит на нее на прилавок, а затем обращается, говорит, смотрю я на вас, Софочка, и думаю, шо же лучше, вы или вот эта ветчина? Она ему отвечает, ой, Фима, а вы не думайте, вы пробуйте. Ой, я вам так скажу, это только в кино. Можно в порыве страсти сорвать с девушки зубами красивое, дорогое, кружевное белье. В жизни только попробуй, уедешь в травматологию с переломом руки. Две подружки встречаются, одна другая говорит, знаешь, Светка, у меня совершенно коренным образом изменились требования к мужчинам. Да, и как? Теперь самое главное, чтобы он был умным, добрым, ну и нежным. Как ты думаешь, есть такие в Газпроме? Галка, привет. Ой, я смотрю, в книжном была. Да, вот купила. Книга о здоровой и вкусной пище, зачем она тебе? Сам уж собралась. Ну и что? Как что? Бабушка говорит, если мужа плохо кормить, он похудеет, и с него станут спадать трусы. Причем не дома. Мужик устраивается на работу, начальник отдела кадров берет документы, и говорит, ваша фамилия? Он говорит, Пе-Пе-Пе-Петро. Он говорит, вы что, заика? Нет, говорит, у меня отец был заика, паспортистка дура. Вася понял, что он уже стал старым, когда он перед девками захотел понтануться, упасть на пол и отжаться. А получилось только упасть и пердануть. Парень в баре пристает к девушке, и так к ней клеится, и так. Затем говорит, слушай, а давай с тобой поспорим на 10 долларов, что я тебя оттрахаю так, как еще никто не трахал, и при этом к тебе даже рукой не прикоснусь. Говорит, как это? Ну вот так. Да, но такого быть не может. Ну спорим на 10 долларов. Говорит, ну давай. Поспорили, они всю ночь провели вместе. Он ее оттрахал так. Утром она просыпается. Будет его, говорит, слушай, ну ты правда. Правда, оттрахал так, что ух, я действительно получила колоссальное удовольствие. Ну ты как, секундочку, ты постоянно меня мацал руками, а говорил, что не будешь дотрагиваться ко мне руками. Говорит, ну, проиграл. Он 10 долларов. Такая картина. Один мужик вдоль дороги идет с лопатой, ямы копает, а за ним идет следующий мужик и закапывает эти ямы. Прохожий так увидел, говорит, вы что делаете, идиоты? Один ямы копает, второй закапывает. Говорит, нифига, я не второй. Я третий. Второй просто на работу не вышел. Он должен был деревья сажать, понял? Только Золушка осталась сама, потому как ее мачеха и сестры уехали на бал. Как вдруг появилась ее тетка, волшебница-фея. Здравствуй, говорит, племянница моя Золушка. Это я, твоя тетушка-фея. Говорит, ой, здравствуй, тетушка-фея. Отчего ты появилась? Говорит, а я хочу обрадовать тебя. Твои мачеха, твои сестры уехали на бал, а тебя оставили саму. Поэтому я приготовила тебе сюрприз. У тебя теперь есть карета, у тебя теперь есть платье, и у тебя есть туфельки, и ты можешь тоже отправиться на бал. Тетушка-фея, ты что, дура? Какой бал? Какая карета, какие туфельки? У меня хата свободная. Вовка целый день катал девушку на мотоцикле Минск, а она ему за это обещала вечером секс. Но так и не пришла. Вот она вся суть Минских соглашений. Скверик, лавочка, на лавочке сидит девушка. Молодой человек проходит мимо, смотрит на девушку и говорит, я прошу прощения, разрешите, я рядом с вами присяду. Она говорит, да, присаживайтесь. Только трахать меня не уговаривайте. Он говорит, вы что, трахаетесь? Тот, блин, уже уговорил. Дорогой, а у меня растет животик. Кажется, я беременна. Я даже знаю, кто отец. Кто? Хлебобулочный комбинат. Я каждое утро прогуливаюсь со своей собакой, питбулем. Ну, сегодня утром тоже прогуливался. Подходим к остановке, смотрю, мужик какой-то бежит к остановке. Ну, я с поводка собаку отпустил. Успел мужик на автобус. Коля, а скажи, ну, только честно. Ты любишь по утрам заниматься сексом с женой? Нет. Ну, и зря. Чего это? Чувак, преимущество утреннего секса в том, что ты точно сегодня первый. Коля, но сколько это может продолжаться? Как не приду, вечно ты бухаешь. Вот именно, Галя. Когда это кончится? Как не сяду бухать, то ты тут как тут. Яша, я что-то смотрю на вас. Вы не находите себе места. Что случилось? Ой, Фима, так хочется женщину. Чувак, так сходите в бордель. Не, я хочу такую, чтобы знакомая. Так ходите туда почаще, и там появятся знакомые такие. Мужики, будьте осторожны. Моего друга под этим делом укусила комариха. Потом два часа я ему рассказывала про своего бывшего. А скажите, а как вы познакомились со своим мужем? Понимаете, он сжег меня в 1693 году. И вот когда я горела, я поклялась себе найти его и отомстить. Боже, как романтично. После вкусного обеда муж облизывает ложку, вычерпав все из тарелки. Говорит, слушай, класс, дорогая, ты прекрасно приготовила эти грибы. Откуда рецепт? Она из детектива. Дорогие женщины, вот вам мой совет. Если вы хотите соблазнить мужчину и переспать с ним, то просто подойдите к нему и, глядя прямо в глаза, так и скажите, я хочу тебя соблазнить и переспать с тобой. И все. Не благодарите. Мужик стоит у своей двери и долго не может ключом попасть в замочную скважину. Мимо проходит сосед, видит такое дело, говорит, привет соседу. Привет сосед. Помочь? Дом подержи. Ох, дорогие друзья, знаете, мы с Валеркой только разодорились, а тут уже конец лимита времени. Но вы не расстраивайтесь, мы все время с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова